29 октября, в день памяти мученика Лонгина Сотника, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин отметил день своего тезаименинства. В этот день владыка Лонгин совершил божественную литургию в кафедральном Спасовознесенском соборе вместе с епископом Барышским и Индинским Филаретом, епископом Меликесским и Чердоклинским Деодором, епископом Сердобским и Спасским Митрофаном. Святой мученик Лонгин родился в Каппадокии. Он стоял на страже у креста Господня и его гроба, и был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя, а также чудес их сопровождавших. Лонгин Сотник непосредственно был тот человек, чье копье пронзило ребра Спасителя, из которых истекли кровь и вода, и которые попали на глаза Лонгина Сотника и исцелили его. И Лонгин Сотник, видя после смерти Христа землетрясение, солнечное затмение, он исповедовал от своего сердца, от глубины сердца Христа, как Сына Божия. Также Лонгин Сотник, это был тот, кто охранял гроб Христа и видел его славное воскресение. По завершении богослужения, после соборной молитвы мученику Лонгину Сотнику, архипастори поздравили Владыку Лонгина в нем те за именинство. Многое у нас будет Бога, Бога и Лена, здоровья, а качество, благости Божьей от Господа, спасителя нашего и молитвы, все так и очень здорово. А я хочу сегодня вам пожелать крепкого здоровья, вечного спасения, хороших и добрых помощников на Сотникурской земле, чтобы вас, конечно же, любили и благодать Божия пребывала с вами много и благодать. Милостивый Господи, по молитвам твоего святого угодника, благослови всяким благом слугу твоего верного, господина нашего митрополита Лонгина. Митрополит Лонгин тепло поблагодарил за добрые слова всех тех, кто пришел его поздравить с днем те за именинство. Я услышал сегодня много добрых слов в мой адрес. Они, конечно же, преждевременные и чрезмерные, но я все равно благодарю вас за добрые намерения, добрые отношения. И хотел бы засвидетельствовать перед всеми, что не имею других целей в жизни, кроме как служения Господу нашему Иисусу Христу и Его Святой Церкви. В этот день поздравить управляющего епархией пришли депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк, представители образовательных учреждений и общественных организаций. Архипастеры также поздравили матушки-ягумени и сестры монастырей Симбирской и Саратовской епархии, прихожане храмов города Ульяновска. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.